Мундир, награды, фотографии и документы. Экспонаты выставки, которая была презентована в рамках встречи солдат и отчизны в Ленинском мемориале. Все эти вещи когда-то принадлежали воинам-интернационалистам гвардии полковников запаса Рафика Зиеддинова, Алексея Рябоволова и почетного гражданина Ульяновска Петра Лучшего. Все они ушли из жизни в прошлом году. В присутствии на этом вечере мы памятуем о том, что те люди, о которых мы сегодня ведем речь, стояли на защите государства. А мальчишики-бальчиши, которые сидят на задних рядах и которые, кажется, и в погонах, и без погонам, это будущие мальчишики-бальчиши, которые будут рассказывать нам и защищать наше государство после нас. В свое время имена этих воинов-интернационалистов вошли в памятную книгу солдат и отчизны. Журналисты издательского дома «Ульяновская правда» принимали активное участие в подготовке тома. Ангола, как народное государство, образовалась всего в 1975 году. А они прибыли туда в 1976 году. То есть становление вот этого и государства, и армии, и война, которую они вели за свою независимость, все это создавало огромные сложности. И командование, и президенты этой страны понимали о том, что нужны свои военные кадры. И вот для этого Алексей Матвеевич и его группа сделали очень многого. К сожалению, не все имена солдат попали в книгу памяти. Всего у вековечено 478 человек, которые живут или жили в Ульяновской области. Предстоит огромная работа над следующим томом, чтобы ни одно имя героя не было забыто. Ирина Антонова, новость «Ульянской правды». КОНЕЦ